В тот день на собрании собралось много родителей. Всех их волновал вопрос, почему объединяют именно гимназию и первую школу. Ответ на этот вопрос прозвучал как из уст начальника отдела организации образования Ирины Валовой, так и директора гимназии. Вы знаете, что по закону образования средняя зарплата учителя должна быть равна средней по экономике. Средняя по экономике в регионе сейчас 32 тысячи. В общем, не мы, не первая школа до этих цифр. В общем, наверное, и другие школы не дотягивают. Действительно, у нас и первые школы, когда к концу года нам средств не хватает. В нашем городе существует на сегодняшний день 7 общеобразовательных организаций. Именно такое название носят наши школы в рамках 273-го федерального закона, который уступил в действие с 1 сентября 2013 года. Абсолютно все школы города по своему статусу сегодня единообразны. Любая школа сегодня может заняться изучением углубленного какого-то предмета. Остальные предметы выдерживает на общий образовательном уровне. Родители учеников гимназии против объединения. В гимназии и в первой школе образовательный процесс различается. Но вы чиновники, вы слуги народа, а не вершители судеб. Вы просто рушите. Вот знаете, мне стыдно перед первым директором гимназии, перед теми учителями, которые здесь работают, занимаются с нашими детьми. Которые 20 лет создавали это учебное заведение. Это престиж города. Я думаю, Ирина Петровна, вы в курсе вот этих всех олимпиад. Гимназия всегда лидирует. Моя дочка выпускница 2014 года. Наш выпуск 40 из 47 человек у 13 человек по русскому языку. От 90 до 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку. Треть учащихся 11-классников выпуск 2014 года сдали прекрасно русский язык. Ни в одной другой школе такого нет. Почему? Потому что только в гимназии 3 часа русского языка идут в неделю. Во всех других школах, я вам говорю, 1 час в неделю. Родители задали Ирине Валовой множество вопросов. Она ответила на все. Но сложилось впечатление, что каждая из сторон осталась при своем мнении. Ирина Валова пыталась всячески убедить родителей, что вопрос объединения двух школ находится на стадии только лишь обсуждения. Делать выводы пока рано. Администрация не приняла окончательного решения. При всей нашей с вами красоте и неповторимости дополнительных средств за это никто не дает. Средства нужно искать внутри того, что мы сегодня имеем. При нормативно-подушевом финансировании школы с небольшой наполняемостью достаточно всегда будут проблематичны и все время сложны. Естественно, возник вопрос, что мы можем сделать. Итогом родительского собрания стало обращение к депутатам городского совета. 27 января в администрации города состоялось рабочее совещание постоянной комиссии по социальным вопросам, где и было подробно рассмотрено это письмо. Депутатский корпус прежде всего заинтересован в том, чтобы не принимала администрация поспешных решений. Нам очень важно мнение, которое сегодня выражают родители, общественные организации нашего города. И я уверена, что в данном вопросе мы выйдем на конструктивный диалог с администрацией и понимание в этом вопросе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!